Эти кадры летом 22 года снял Владимир Авдеенко. Тогда он вместе с братом приехал в один из населенных пунктов Харьковской области, где после обстрела российскими войсками бушевал масштабный пожар. Владимир и Юрий – братья-близнецы. Им 40 лет. 19 из них они работают спасателями. Признаются, профессию им выбрала мама, когда они еще служили в армии, чтобы сделать из них неразлучную команду. Все одинаково работают. У каждого свои задачи. Тушение пожара, спасение людей, разборка конструкций – все такое. Новость о полномасштабном вторжении российских войск братьев застала по дороге в часть. Их семьи эвакуироваться отказались. Юрий и Владимир с первых дней войны на боевых дежурствах. По сигналу тревоги одеваемся и выезжаем. Если на прилеты, то еще надеваем такой бронежилет. Юрий, который считает себя старшим братом, так как родился на несколько минут раньше, рассказывает. Весной и летом 2022 года российская регулярная армия обстреливала Харьков практически из всех видов орудий. Пожаров в жилых домах после обстрелов было так много, что они не успевали даже переодеваться. Бывало и такое, что не в чем выехать было. Мокрое все было. Уже одна, вторая боевка, третью доставали. Мокрые. Не успевали высохнуть. Выезжали очень часто. Когда вооруженные силы Украины смогли провести масштабное контрнаступление в Харьковской области, характер работ несколько изменился. Теперь спасатели большую часть времени заняты разбором завалов, под которыми могут находиться люди. Не страшно тушить пожары. Самое сложное в пожарной охране – это спасение людей. Потому что ты там работаешь на скорость и все силы отдаешь этому. Один из самых радостных моментов в работе спасателей – быстро и слаженно успеть помочь пострадавшим. Было такое, что мы по лестнице спускали младенцев вот таких. Не было выхода. Там горело все, веранда. И мы через лестницу спускали их. Почти три тысячи вызовов на пожары. И две тысячи из них – разбор завалов после российских ударов. Такие данные за почти два года полномасштабной войны приводят спасатели только по работе в Харькове. Один из последних случаев произошел 9 января. Вследствие обстрела баллистическими ракетами отельного комплекса в центре города пострадали 13 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются и сейчас. На данном участке работают три расчета – восемь человек. Проводим работы по разборке разрушенного здания – с пятого по третий этаж. Снимаем, срезаем поврежденные элементы строительных конструкций. Вы видите, что само здание – оно живое. Стены и перекрытия тоже двигаются. То есть, может завалиться. И в этом заключается сложность. В главном управлении ГСЧС Харьковской области говорят, у них работают те, кто понимает ежедневный риск и готов рисковать жизнью ради жизни других. Моральный дух высокий. Можно сказать, зашкаливает. Ведь все ребята рвутся в бой. А именно, выполняют боевые задачи по тушению пожаров, по спасению людей. Несмотря на то, что возможны повторные обстрелы, они выполняют свою работу, свою задачу, рискуя собственной жизнью. И это показала ежедневная их работа на любом прилёте, будь то город Харьков, будь то Купянский или Волчанские районы. С 24 февраля 2022 года в Харьковской области, ликвидируя последствия во время повторных обстрелов, погибли 4 спасателя. 35 сотрудников ГСЧС получили ранения.